Всем привет, друзья! С вами Мимик, и мы продолжаем проходить Elden Ring. В общем, в прошлый раз мы прошли довольно сложную часть, увидели много NPC, и в этот раз мы пойдем наконец-таки в первый из мавзолеев, который находится вот здесь, потому что нам нужно искать Блайда, Волка. Итак, чтобы это сделать, поставим сюда метку и, наверное, а, постойте, не то, вот этот вот мавзолей. Думаю, как-то вроде благодать не так расставлена, то у нас второй мавзолей, туда мы пойдем, ну, чутка позже. Вызываем нашу плотву, которая не плотва, и бежим. Локация там довольно большая, поэтому, наверное, скорее всего, поделим на несколько частей. Не знаю, смогу ли я в две части уместить, поэтому посмотрим. С этой серией у меня есть какие-то, ну, кое-какие ограничения, поэтому посмотрим. Ну, и также не забывайте про Рутул, Птрова и так далее. Все, ссылки в описании. В общем, подходим к мавзолею, и это у нас речной источник Сиофа. Телепорт вниз. Телепорт очень долгий. Что, в принципе, атмосферно выглядит. Также используем фонарик. Здесь можно кататься на коне. Что, в принципе, неплохо. Метку, кстати, можно было бы и убрать. Поверхность. Здесь карта у нас различается уже. А, а что, забыл, исчез в баг. Кусу карты показали. Локация, ну, мы карту, конечно, найдем. Чуть позже, но все же. Вот, смотри. Мысль. О, колден ринг. Так, есть кашта, а так нет кашта. Привет, баги, получается. В общем, локация у нас река Сиофа. В общем, изначально вот так вот кашта выглядит, то есть никак, по сути. Здесь мы найдем попозже кусок кашта и откроется локация. Ну, если приблизим и так, то бага юзерства получается. Ну, да ладно. Здесь мы видим сразу благодать. Интересно, благодать так же будет? Да, показано. Сердце. Ну, все. Сломали игру, получается. Здесь можно сразу вызвать коня, пока что делать этого не будем. Видим, что локация просто огромна. И с этим связано. Ну, в принципе, пока что не буду рассказывать спойлеры. Потом разберемся. Здесь есть парочка новых ресурсов. Это размягченный гриб. И расистая трава. Массово раскидана по этой локации. Также, когда мы будем отдыхать в благодати, она респаунится. Раскиданные призрачные ландыши. И все с этим хорошо. Буду собирать всю траву, чтобы она не отвлекала меня от предметов, потому что она светится. Поэтому пособираем. Да и может потом, чтобы для крафтов мало ли пригодится. Чтобы потом не ходить и за кадром не собирать. Руны. В качестве какого-то сильно уникального лута здесь пока что нет. Будет парочка предметов, но все они не настолько важны. Но все же. Здесь мы пособирали. Есть проход. Собственно, в сами эти руины. И также есть закоулок, который ведет по другому пути. Мы пойдем по этому пути. Здесь также очень поможет амулет на багровый кинжал убийцы. Здесь включаются вот эти вот враги-копейщики. Они очень дамаговые, даже длина сейчас ходит просто кучками. Ну и их можно спокойно бэкстабить в спину. И тем самым экономия килки. Проходить локация. Не станется, к сожалению. Ну, наши, по крайней мере, катаны. По ударам. Обычные замахи. Есть удар у них копьем. Вот, вот этот вот. Но не спешите после этого бить, потому что вот эта анимация обратно из лечения, то есть она также дамажит. Можно закидать их... Оп, уходим. Закидать их бомбами. То есть дамаг неплохо наносит. Ну, где-то 3 бомбы. На фулл хп, что будем сбить, можно будет. Оп, попали. Давай поставлю все-таки кинжал-убица. То, что они уходят большими кучками, вот это и делает из них каких-то их средних по сложности противников. Потому что так сами по себе, поодиночке они довольно трешовые, обычные вражины. Забираем травку. выход с этих руин. Подбираем ландыши. Здесь руна, проход дальше. Пока что не идем туда. Видим водопад. По всем законам жанра здесь нет какого-то скрытого прохода под ним, что обидно. Обычно во всех играх, по сути, пихают просто там секретки. То есть это настолько вошло, как говорится, в привычку. Но почему-то Elden Ring обменили этим правилом. Здесь видим вроде бы одного врага на самом деле нет. Надо слизь с нашей платвы. Видим, что они не стаггерятся даже с помощью силовой атаки. Что плохо. ОП. Выбираем кузнечный камень 4 И идем дальше И в принципе отсюда уже можно Начать исследовать эти руины Здесь есть Коробеев Он дает нам хилки Отбираем кучу ресурсов Зачарован урок Видим что просто огромное количество Этих вот Гадов Здесь также попадается новый Ну подвид их Это маги Есть два вида Атаки у них по моему Первый это такой огромный Водяной шар Пузырь В принципе взрывается И носит довольно большой урон Опа Благо что когда мы Проводим бэкстап Мы просто в неуязи находимся Пузырь конечно бесит Поэтому давайте Убьем одного из магов Он кастовал Другой вид Маги Так а почему бэкстап не прошел Да вот такие вот маленькие пузырьки Ладно давай еще хилку сожрем То есть тоже красиво Вот такая вот магия Ладно Ладно Окей, по атакам в принципе с ними разобрались Теперь можно смело просто их убивать Здесь еще огромное множество их Продолжение следует... Книжный камень 2 Руна Ну и собственно И все, здесь у нас уже начало этих руин Если бы мы пошли отсюда Зашли, то Попали бы Точно сюда же Засобираем травку, муравку Здесь еще один кузнечный камень 4 Здесь наверху видим бут и скорбей У которого лежит, ну можно получить магию пузырей Золотая многоножка Чтобы добраться туда, нужно обратно забраться на руины Собственно Собственно можно было изначально не спрыгивать вниз Идти по верхнему пути, а потом уже залезть Точнее когда мы спрыгнем оттуда вниз Зачищать с той стороны Ну в принципе не важно Здесь у нас лежит еще одна сороконожка Ну, многоножка Сороконожка Аккуратно прыгаем Видим двух магов Забавно, что даже когда он скастовал большой пузырь Мы сделали ему удар в спину То пузырь сразу же исчез Довольно странная магия Окей, здесь можно Добраться до туда Перепрыгнув Но там никакого нет лута Поэтому Это все бессмысленно Поэтому подбираем здесь метательный кинжал И прыгаем вниз Убиваем скоробея Получаем пузыри оракула Ну и Маринованную птичью лапку Три штуки Довольно Хорошо Пузыри это у нас магия 19 мудрости 15 колдовства Магия глиняных людей Служивших жрецами для древней династии Создает несколько маленьких волшебных пузырей Которые плывут к врагам И спустя время лопаются Накопление заряда Продлевает существование пузырей Внутри пузырей И глиняные люди ищут утраченное откровение Окей Ну и собственно С этим куском локации у нас Все Поэтому Идем на второй лифт И поднимаемся дальше Полностью весь в крови Жестко Здесь можно Пройти В то здание И подобрать Какой-то бесполезный лудец Почему здесь коня убрали Уберегающий пилюля Здесь вроде бы нету никаких скрытых мест Почему здесь конь убирается Не до конца я понял Но да ладно Спускаемся ниже Здесь Еще Уваляется у нас Печень монстра До сих пор Бесполезный лудец Крабики Там большой крабик Больно Дружатская стрекоза В которую фиг попадешь Но тем не менее Убили всех И Ну не всех Еще и фиг попадешь С этого коня Ладно Поднимаемся дальше Здесь можно забраться На вот такой вот уступ Но здесь всего лишь Грибочек То есть они Какой-либо там Запрятанный лудец Можно залезть на руина Где-то здесь по-моему Да Запрятан луд Золотая руна И Набираемся До По сути Основной Локации Этого мавзолея Здесь у нас Находится Еще одна благодать Собственно Каждый до сих пор Нету Каждый Находится Вон там Вот Давайте разбираться Также Довольно Красивое место Летают Вот эти вот Шарики Только не водяные А электрические Это Была возможность Драться Нужно Находить Вот такие вот Монументы И Зажигать Факела То есть Можно увидеть Нужно Зажить Получается 8 штук Здесь Много Оленей Можно их Полутать Поубивать Здесь у нас Кажда В местности Здесь наконец-таки Без багов Можно посмотреть На эту Кажда То есть Тем самым Можно видеть Что такая здоровая Кажда у нас Ну мы Дочистим Наверное Вот эту вот Область За первого Раза Окей Мы забираемся На На вот этот Уступ И видим Что здесь Мы уже встречались С этими врагами Но здесь Ихние теневые Вариации Вариации Минотавры Не сильно Мне они нравятся Потому что Не всегда Они стаггерятся И по сути Комбо Атаки У них Вот довольно Большое Отстань Отстань От меня Также Также здесь С них Можно Полутать Ихние Рога Шмотки И так Далее Если вы Не сделали Это Ранее Подбираем Лутец Сейчас Идем дальше И странно Что Вот этот Лут Не охраняет И я думал Что здесь Какая-то будет Засада На самом деле Но Нет Здесь Лежит Экиус С перевернутым Ястребом По-моему Один Ну То есть Этот щит У нас Точнее С этим щитом Стартует Один из Стартовых Классов Могу Ушибаться Может Похожий А может Такой Самый В принципе В нем Нет ничего Особенного Металлический Щит Среднего Размера Пользоваться Им легче Чем Каплевидным Перевернутый Ястреб Эмблема Рабов Которых Отправили Исследовать Вечный Город На Вапорирование 100% блок Остальные Статы Во всем Хуже Здесь Можно увидеть По 49 От молнии Только 34 Чем Наш Латун Ищет Ну И В принципе Фиг с ним Пульсирующий Лист Три штуки Туда Можно увидеть Что там Лежит Лут Окей Вон Вдалеке Можно увидеть Что там Стоит Блайт Наверное Поставим Вот так Вот Меточки Позволит Нам Более Менее Дально Исследовать Семестность На вот Этом Островке У нас Находится Телепошт Бесполезным Лутом Он Переносит Нас На Другую Область Эта Карта Работает В обе Стороны Кидает Нас Прям Сюда Ну Хорошо Наверное Отправляемся Обратно Потому что Мы здесь По сути Ничего Не зачистили И затригерим Эту молнию Дурацкого Видим Крабика Убьем Оленя Чтобы просто Банально Не мешались И движемся За лутом Которым мы Не видели Оп Думал Бэкста Пройдет Но Нет Здесь у нас Лежит Справочник Оружейника 6 Который Открывает Нам Кровавую Смазку Кровавую Смазку С нитью И разрывающую Костяную Стрелу И разрывающий Костяной Болт Хорошо И у нас Получается 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Есть 1,2,2,1,3,4,6,7,7 То есть Всем Вы Cuba Воина Кочевника По порядочку Собраны Здесь в тупике Четко оленей Запретались Видимо Семья была Оставим Сына Или дочку Пускай И живет Возможно зря Может он вырастет и нам будет Местить потом В итоге Убьет нас, ну Да ладно В общем Заходим в этот проем Продолжение следует Убиваются даже с нашей прокачкой Не сказал бы, что прям сильно легко Но в принципе Каких-то особых проблем Все-таки нет С ними Здесь можно Полутать Множество кабанчиков И здесь мы находим Собственно второй Монумент Которую нужно зажечь В принципе Можно поубивать кабанчиков Можно и ставить их В покое Бежим дальше Не до конца разобрался Насчет вот этих вот Шариков Либо они со временем Восстанавливаются Либо Другие Как-то Начинают Передвигаться То есть Менять направление Фиги Знает Есть смысл вообще Их Убивать Либо нету Есть небольшая Вот такая вот засада В виде Одного из Минотавра этого По низу На нью Конечно можно Очень неплохо Отхватить от него Люлей Подбираем лутец Так как мы поставили Здесь меточку Дальше пока что Не заходим Собственно можно Снова увидеть Почему то Тригер не сработал Может из-за того Что я в телепорт Шагнул И они появились В общем Фиг с ними Пофиг То есть Два Монумента уже Мы нашли Дальше Пока что Не идем Сюда можно увидеть Что Во первых Ландыш Во вторых Есть проход Вниз И там есть Лут Мин Довольно Важный лут Если мы Коллекционируем Предметы Здесь можно Упасть Можно не упасть В общем Здесь лежит Роговой лук И он даже Лучше Нашего Дальность Вообще Прям Кстати Неплохая Роговой лук Длинный лук Вырезанный Из-за рога Оружие Искусственных Охотников Поклонящих Всем Духом Притков Наделяет Стрелы Магическим Уроном Лучше всего Сочетается С магическим Типом Стрел И навык Могучий Залп Как Собственного Нашего Составного Лука В общем Вот такой Довольно Красивый Я бы сказал Здесь Есть Еще Секрет Коста Лутом Либо Отсюда Можно было Спрыгнуть Вообще За Золотой Руной Подобрать Роговой лук Потом Прыгать Уже Туда Разница По сути Тоже Небольшая Здесь Когда мы Поднимаемся Появляются Сраные Минотавры Он Собственно Один Из них Лучник Не Даем Ему Кастовать Плохие Были Тайминги Для Ворота От него Но Справились Это Хорошо Собственно Побеждаем Здесь Видим Черепашек Можно Их Поубивать Могу Кстати Смотри Эти Шарики Вроде Не Ресаются Да Могу Случайно Пропустить Какой-нибудь Не знаю Там Сраный Ландыш Или Какую-то Руну Поэтому Если что Пишите Если что Буду Пропускать Потому что Раскиданы Они здесь В довольно Большом Количестве Локация 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 Довольно Большая Так как Все Одинаково То Можно Случайно Что-то Пропустить Но Это Не Какой-то Важный Лут Поэтому В принципе Тоже Пофиг Ну так В принципе Стараюсь Все подбирать Окей Давайте Убьем Этого Ментавра И поговорим С Блайдом Вот Волчара Все-таки Конечно Красивый У него Сет Плащик И так далее Шмоточки А Ратья Видеть Прости Подружка Но Мне Нечего Тебе Сообщить Этот Преклятый Накрон Прямо Надо Мной Но Я Совершенно Забит С толку Я Перепробовал Все Проходы Бестолка Может Пора Спросить Силуиса Помнится Этот Злобный Крессион Швел Ся Так Будто Что-то Знает Давай Надавим На него Я Ему Покажу Сколь Остры Мои Зубы Шучу Я бы Так Далеко Не Зашел К тому же Я должен Кое-что Здесь Проверить Я Пока Останусь Тут А ты Делай То Что Посчитаешь Нужно Будем Делиться Друг С другом Семи Новостями По рукам Собственно Не Какой-то Сильно Важный Диалог Но Нужно Чтобы Подвинуть Суже Дальше С ним Видим Поток По которому Можно Подняться Наверх С помощью Коня Там Видим Лут Лут На самом Деле Бесполезный Там Метательный Кинжал Или стрелы Что-то Такое Не Пробуйте Отсюда До него Добраться Ну Хотя Может Есть Какой-то Шанс Но Много Проще Будет Сделать Там Где Я Сейчас Покажу Перебираемся На эту Честь Там Видим Кто-то Стоит Туда Мы Сможем Добраться Если Бы Использовали Насыщенный Мечевидный Ключ Не На Тут Рельную Локу А На Другую Часть Здесь Мы Подбираем Обычный Мечевидный Ключ Оп Тише Тише Вот Здесь Теперь Прыгаем Вниз Лучше Слезть С коня И Здесь Есть Вот Такие Платформы Можно Попробовать Отсюда Спрыгнуть Там С помощью Коня Но Вариант Такой себе По-моему Легче Сделать Спрыгнув Ото Всю Ну Отсюда Врагов Здесь Нету Поэтому Смело Бежим К луту И Здесь У нас Держимая Стрела Всего лишь Можно Запрыгнуть А вот Эта Часть Башни Нота Тоже В принципе Бесмысленно Потому что Лута Здесь вообще Полностью Никакого Нету Поэтому Окей С этой Областью Мы тоже В принципе Закончили Теперь Ставим Метки До сюда И Давайте Изучать Этот Кусок Локации Подбираемся В общем В эту часть Я отсюда По Часовой Стрелке Предпочитаю Заочищать Здесь У нас Будет Засада Ну и Идем Дальше Видим Осьминогов В принципе Драться С ними Тоже Сильного Смысла Не имеет Потому что Они там Не спавнят Никаких Там Скрытых Там Элитных Врагов И так далее И лут Можно По сути Подобрать Весь Чисто На Коне Я в Принципе Поубиваю Мелочь Это Плохо Оп Второй Пришел Опасно Странно Что если Первых Которых Мы Эсминог Встречали Мы Лапки Вот эти Ломали Просто Довольно Легко Этим Же Тварям Сейчас Просто Их Чуть Невозможно Их Сломать Успокойся Да Даже Силовое Ме Он Не хочет Уходить В Тагерь Дают По 500 Опыта В принципе Неплохо Че там Того Что Сейчас Понадобятся Наши Эти Руны И Поубивали Больших Осьминогов Можно Спокойно Поубивать Маленькие Пособирать Лут Осьминогов 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 ну вроде бы все полутали и заходим в здание здесь видим цветок маленький большой цветок ядовитого типа а значит здесь нам понадобится бомба так опасно блин получили все таки отравление но да ладно создадим одну пилюлю и заховываем собственно они охраняли кузнечный камень который в принципе не охраняли можно даже не обязательно было убивать но здесь есть одна еще сказал бы что прям секретка там видим лут там сидит торговец к нему можно добраться чуть позже по вот этому пути либо здесь можно попрыгать по факелам хоть и факелы ну как бы горит огонь но нам как бы насрать получается и собственно забраться сюда ну пойдем к нему по другому пути что по моему это не так задумывалось так вот 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 Мелкий, как обычно, мешает Снова водопад И снова нету никакого секрета Под ним Так, триггерим ловушку Собственно, домик На первом этаже здесь ничего нету Но есть на втором Кузнечный камень Не шибко богато, но все же Лучше, чем ничего, правильно? Здесь есть лестница И, собственно, по этому проходу мы можем Добраться по-нормальному К торговцу тому Там наверху Еще один минотавр Зубриная секира Не было у нас такого оружия Топор из черепа Топор из черепа трава Ядного зверя Оружие почитателей Духов предков Презирающих металл Сам топор больше подходит на дубину А зубы животного Заменят лезвие Ударом наносит дробящий урон Чего такой вот парик Окей Да ладно Подбираем ломтик мяса Прыгаем На уступ Подбираем здесь еще Урону Ну и, собственно, этот путь у нас ведет К торговцу Торговец играет просто Бомбезную музычку Да, душевно О, покупательница Он продает Он продает Мыло О, кстати, при себе ноль Почему? Мы же должны были Подопада Подобрать То есть Случайно Не подобрал То есть Вот здесь Вот где у нас Первая Этой Локация Где водопад был Внизу Там Было Мыло Странно Отчаять тело От грязи И прочих Станций Создаваемый предмет Также Продается Личина бабочки Мечевидных ключа Три штуки Слеза личинки Справочник Воина-кочевника Семнадцать И восемнадцать Один открывает Для создания мыла Горшок масла Горшок масла С веревкой Другой Разница Тысяча И шесть тысяч Восемнадцатый Открывает Пёстрое Веленое Мясо И белое Пёстрое Веленое Мясо Ну Разница Конечно В цене Жесть Шотель Изогнутый Меч Изогнутый Меч Сильно Загнутым Лезвием Легко Минует Щиты Это оружие Создано Для охоты На людей И требует Немалой Сноровки Ну и собственно Бесконечные Стрелы Одержимые Стрелы И обычно Болты Можно Продать Ему Руны Собственно Купить Можно Ещё Два Мыла Докупить Ничего Страшного Будем Мыться В общем Изогнутый Меч Ну Такой По-моему Просто Здоровый Серб Ну Для коллекции Пойдёт Тем не менее Продолжаем Следовать Локацию Дальше Мы Забрались Сюда Ходит Крабик Оп Валим Подберём Ландыш Ну И снова Собственно Валим Окей То есть Добрались До сюда Пошли Посмотрим Что у нас Там На острове А там Ещё Один Из Монументов Которые Охраняют Призрачные Минотавры Лут Позолочено Птичьей Лапкой Что В принципе Довольно Хорошо Смотрим Всё ли Подобрали Оп Оп Тому Охраннику Как-то Пофиг Если Учитывая То Что Он Лучшенький И Должен Там Слышать Там Хорошо Звуки Видеть Но Лучшенький Из него Такой Себе Получается Ну и Зажигаем Третий Монумент Получается И Это Хорошо Теперь Возвращаемся К этому Месту Где мы Видели Блайда И Давайте Смотреть Что У нас Здесь Блин Кукста Почему-то Не Хотел Проходиться Снова Куча Кабанщиков Вокруг Вокруг Таких Больших Деревьев Обычно Тоже Иногда Прячется Какой-либо Лук Поэтому Тоже Полезно Будет Покружить Вокруг Них И Посмотреть Все ли Здесь Есть Ну Вон По крайней Мере Лук Лежит Видим Ходят Небольшой Отряд Из Трех Минотавров Видим Орлов Оп Бан Беги Мне Тоже Страшно Не знаю По мне Вот эти Вот Предметы На Вампиризм Что-то И талисманы Убийства Которые Там При Вот Этом Супер Ударе Получается Ну Захвате Как он Правильно Называется Уже Прозабыл По-моему Слишком Читерная Штука Ну Я уже Об этом Ранее Говорил Что Большое Количество Хилок Наряду То Что Иногда Они Сами По себе Резаются Когда мы Убиваем Какой-либо Отряд Плюс Такой Отхил Очень Сильно Упрощает Игру Странно Отряд Что При Желании Мы С ним Вообще Можем Не сталкиваться То есть Вроде Б Они Охраняют Дорогу К еще Одному Монументу Где Собственно Еще Есть Вот Такой Отряд Блин Не успел Думал Успею Ну а по факту На них Можно просто Забить Убить Этих Двоих И Спокойно Зажечь Еще один Монумент Четвертый Зак Засада Видимо Стоило Ожидать Что Я буду Ходиться На Птиц Потому что Лапки Всегда Нужны Отойду Отхили Отойду Отхили Заберемся Наверх Здесь у нас Лут Кузнечный камень Третьего тира Так Так Вот это Вот Важный Противник То есть Случайным Образом Блин Цель Захватила Вообще Оленя Видим Что у него Горят глаза То есть Значит Опыт У него Увеличивается От него В 5 раз Ну 970 Опыта Неплохо Старские Олени Видим Что по нам Стреляет Странным Образом Что он Вообще Слез Колонны Начал За нами Двигаться Обычно Он там Стоит На месте И стреляет По нам Ну Окей Подбираем Кузнечный Камень 2 Целых 3 штуки Просто Массово Дают Их И Забираемся Наверх Здесь Мы находим Еще Один Портал Можно В принципе Поставить Меточки Не знаю Не знаю Насколько Это Будет Полезно Убираем Кузнечный Мрака 2 И он Нас Отправляет Тоже На Еще Один Другой Кусок Локации К сожалению Обратного Пути Нет Но Только Через Благодать Как Случай С Первым Телепостом Он Подымает На Вот Этот Ступчик Получается Ну Окей Сюда Сюда Мы Пока Что Снова Не Пойдем Давай Прыгнем В Первую На Первую Благодать Посмотрю Где Я Там Пропустил Мыло Потому Что Помню Что Возле Водопада Он Должен Был Лежать Ну Видимо Из-за Воды Случайно Не Увидел А Хотя Предмет Снова Такой Себе Можно Пропустить Потому Что Мы Его Рафтим И так Далее Но все Таки Подобрать Нужно Не знаю Мыло Должно Находиться Ага Вот оно И Находится Три Штуки Я же Помню Что Должно Здесь Быть Ну Вот так Вот В общем Окей Давайте С этим Мавзолеем Пока что Закончим На этот раз Мы Зажгли Получается Четыре Монумента Из восьми То есть Половина Уйти Сделали И Прошли Вот этот Вот Исследовали Такой Большой Кусок Каждая Ну Часть Его И Следующий Раз Уже Зачистим А там Уже Посмотрим Полностью Или Не Полностью В общем Я надеюсь Вам понравилось Это видео Подписывайтесь Ставьте Лайки Пишите Комменты И Увидимся В новых Видео Пока Пока